Всем привет! Очень многим гитаристам и вообще людям нравится стиль Джимми Хендрикса. По-моему, он первый начал это делать, играть не просто перебором или играть просто боем, да, чёсом, а он играл по 2-3 струны, играл какие-то интервалы, подводящие к основным нотам в аккорде. Такими приемами, как бы, пользуются многие гитаристы, очень много таких гитаристов. Сегодня мы о Джиме Хендриксе не будем подробно говорить, то есть не будем разбирать пример его композиции. Мы посмотрим композицию Electric Gypsy от Энди Тиммонса. Также хочется сказать, что также играет Матео Сассат и использует подобные приемы, которые тоже очень многим нравятся. Давайте начнем. Просто мы сегодня разберемся, почему такие ноты, как это устроено. Если рассмотреть эту композицию, да, то, что я сейчас наиграл, в первую очередь хорошо бы понимать какие там аккорды, чтобы, вот понимаете, вы когда подбираете какую-то композицию, которая вам нравится, вы ее подбираете осознанно, вы, ну, поймите, какие там аккорды, вникните в суть, и тогда вы сможете потом это применить. Очень много музыкантов, гитаристов, да, пускай будем про них говорить, играют много разной музыки, но если что-то нужно там с импровизировать или что-то сыграть, они, ну, такие, как бы, не играют совсем то, что они коверили, потому что они это через себя не пропускают в полной мере, а это очень важно. То есть, понимаете, опять же, вопрос к теории, да, то есть некоторые говорят, вот я должен выучить кучу теории, чтобы там что-то знать. Ну, блин, вы должны это через себя пропустить, через свои руки, тогда у вас все будет классно работать. Смотрите, какая здесь гармония. То есть, сначала мы начинаем. Согласитесь, да? Это те аккорды. Ваш слух вас не обманывает. Давайте разбираться, что здесь как устроено. Аккорд ре мажор. Он устроен из нот ре, ля, ре, фа диез, да, если взять эту гликатуру. То есть, вообще, трезвучие устроено так. Ре, фа диез, ля. Что мы здесь делаем? Как я уже сказал, Джимми Хендрикс, Энди Тимманс, Атео Сосат и многие гитаристы, они подъезжают, они играют какой-то аккорд, и они используют ноты как бы из гаммы и подъезжают к базовым, к основным нотам, которые есть в аккорде. То есть, мы берем, например, с вами вот... Ну, как начинается, да? Что это такое? Вспоминаем гамму ре мажор. Нас интересуют пока только первые три ступени. Вот так, да? То есть, тоника, большая секунда и большая терция, потому что это мажор. Вот он сыграл тоника-тоника и подъехал от секунды к терции. И вместе... Сразу берем на вооружение. Если у нас, например, ми мажор... Ну, просто, да? Потому что нам нужно сразу научиться это применять. Ми мажорная гамма. Вот первые три ступени. Вот, видите, я поменял немножко ритмику и задержался на этом аккорде, и уже другая композиция. Понимаете, как это работает? Второй аккорд играется также. Для мажор тоже. Первая, вторая, третья ступень мажорная, да? То есть... Вот так там идет. Там тоник уже не играется. И потом... Чуть приглушается... Или не глушится бас. Что это получается? Через четвертую ступень, да? И пришли в тонику. После этого у нас идет аккорд... Си минор. Наверняка многие из вас, так же, как я, не любят вот эту штуку. Мне прям неудобно. Я никак не привыкну. Точнее, я не играю этой техникой, поэтому я не особо как-то, да, привык. Наверное, можно. То есть там есть определенные моменты. Возможно, я освою эту штуку скоро. И вот смотрите. Мы берем и играем здесь. Не просто... А здесь очень важно сохранить чоз на мертвых нотах. Видишь? Видите? То есть это что? Подъехали к тонике. От седьмой ступени. И вторая, третья. Не важно, какая ритмика. Вы должны понимать, что здесь происходит. Вот. И мы сыграли. Потом можно бас зацепить вот так. Он делает это так. То есть у него такая аппликатура. Такая постановка, так скажем. Вот. Я это делаю иногда так. То есть... Видите, как соседние лады играют таким пальцами, а сюда средним пальцем. И в этом аккорде... Что здесь получается? Тоника, тоника, терция. Аккорд минорный, малая терция. И мы... Вот она у нас. Кварта. А вот это квинта. И мы подъезжаем... Таким способом. И потом играем... Мы приходим в соль мажор. Если вы смотрели видео про аккорды, помните, да? Соль мажор. Есть форма до мажора. И мы можем найти на пятой струне ноту соль. Поставить баре. Вот мы пришли в эту аппликатуру. Соль мажора. И вот мы доиграли на си миноре. И вот тут начинается этот аккорд. И сыграли. После этого мы что делаем? Через вот эту ноту подъезжаем сюда. Подходим, играем такую, как гомообразную проходку. После этого... То есть, обратите внимание, что это все идет аккорд соль. А потом делаем быстрый хаммер-пул. Потом улов. И вот этот очень красивый прием. Не просто так. А. Прямо за душу, да, берет? Научитесь его делать. И вот вы, смотрите, берете эту фразу в любой тональности, если у вас есть что-то там... Вот в ми минор, например, или в ля миноре. Или... Берите каждую из этих фраз и как бы на вооружение себе. То есть, если у вас там аккорд, например, не си минор, а соль диез, да? Я надеюсь, вы поняли концепцию, да? Ребят, кому интересен мой подход, добавляйтесь ко мне в телеграм-канал, пишите свои пожелания. И, конечно же, записывайтесь на уроки, если вы хотите понимать музыку. Будем продолжать вместе разбираться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok